Привет, зритель! Смотри, что я тут купила. Сегодня буквально целую головку сыра за килограмм. В общем, тут килограмм 50 грамм. 1050 грамм. За вас 712 рублей. Ларец. Он может дожить до 19 февраля 2021 года. Сделан 22 октября этого года. Сейчас я собираюсь чайку попить. Заодно его кусну. Поэтому я вот так вот сейчас решила внезапно тебе его обозреть. А потом обозру еще и остальное. Ну, как бы это все будет одним полноценным роликом. Я еще буду посылочку вскрывать. Так что, зритель, не переключайся. Я снова тут зритель. Короче, я тут сыр с чаем попила. Вот да. У меня как-то проблемно было его отрезать. Это штучка красненькая, довольно плотная. Я ее немножко подцепила одним ножом потом. Когда поняла, что отрезать никак. Ободрала, а потом распилила. Не знаю, может его как-то в холодильнике подержать. И он лучше будет резаться. Но как бы в холодильнике его по-любому держать. Не поверишь, зритель, название мне сейчас девушка. Вообще номер очень напоминал номер Маиндии. Я так охренела малость. Взяла трубку. Оказалось, девушка с мегафона. Четыре раза приложила мне услугу, на которую я как бы даже согласилась. Аж три раза. Но она меня не слышала. Она стала меня уже, видимо, почти чуть-чуть из спины урта. Уверять, что эта услуга дохрена крутая. Не всем предлагается. На самом деле она мне как бы мертвым припарком. Точнее, как бы не холодно, не жарко от нее. Но суть такая, что если бы мне ее подключили, то запустим. Забыла я вовремя денег положить на телефон. У меня сейчас тариф 125 рублей. Там 10 гигов, копилка интернета, бонусы всякие интернетные. Не только минутки, смс-ки. Смс-ки по большей части у меня там отдельный пакет. Но я смс-ками пользуюсь в основном на Билайне. Но так как у меня сейчас халявные смс-ки аж до середины января следующего года, то я пользуюсь мегафоновскими халявными смс-ками. Ну и типа того, что если я вдруг забыла за интернет заплатить, то я все равно буду на связи в ближайший месяц, пока не заплачу снова. Ну как бы мне это не холодно, не жарко. Я плачу периодически. И 125 рублей как бы это не такие деньги, как, допустим, 490 за интернет, которые у меня уже третий день отсутствуют на компьютере. Хотя оплачены весь декабрь. Не знаю, я с ярким телесервисом с 1 января следующего года развожусь. Даже заявление уже подала. Вот стоит мне им написать, слушайте, люди вообще-то похренели, что ли? Я там вам денег заплатила, а вы интернет мне отрубили почему-то. Третьи сутки как. Так, ну короче говоря, в общем, девушка не поняла меня. Я поняла, что это бесполезно. Я хотела как раз чаю с сыром поесть, попить. И я отрубила эту девушку. Поофигевавше написала в ВКонтактике еще. Я думаю, постик ВКонтактике, возможно, те, кто мониторит мою страничку, увидят раньше, чем я этот ролик смонтирую. Ибо зрители, если ты вдруг не в курсе, я тут что-то помирала в очередной раз на днях. Короче, я тут одну штуку такую купила сегодня. Ну, заходила на почту, сначала думала отдельно обозреть, а потом думаю, а что, у меня же есть плейлист, обзор еды и бытовухи. Вот чем не бытовуха, да? Короче, смотри, какой отличный календарик, зритель. Это у нас подарочный календарь, травник, 21 год. Мне было интересно, что там. А вот что там, смотри. Короче, тут как бы каждый месяц отдельный лист, а еще вот отдельно так вот конкретно... Сколько тут? Все 12 месяцев. Вот так вот можно повесить. Можно даже отодрать, приклеить куда-нибудь, и вот несчастье. А это просто оставить как бы... Тут вот у нас мята, холодная трава. Но есть какие-то травы, которые я вот тупо забыла название, тупо не знала название, а есть то, что я и без них знала. Но почему бы и нет? Я люблю как бы это все такое. А тут даже далеко ходить не надо. Вот эту травку, допустим, я еще в 15-м году у нас находила, но мы с тетей забыли, как ее звать, теперь знаю. При случае можно будет взять. Травки, которые как бы я про них слышала, но знать не знала. С тем, кто на мою телегу подписан, ну бложек уютненький в ТГ, как бы я до душа дошла, но башка не осилила помыть. Поэтому я сначала хотела снять с руками, а потом думаю, а что с руками, в принципе. Демориться тут с руками. Можно же и с хвостик заделать. Вообще, когда пришла с улицы, сняла шапку, у меня такой шухер на башке был. Вот если не расчесывать, даже пышные вроде кажутся. Но мы сами он такой был. Вот я упала с сеновала, кармазила головой. Ну, я знаю, что есть такие поповольцы, которые очень бомбят, когда у человека волосы, хвостик, и не первой свежести. Вот специально для таких, можно сказать. Я это тоже сделала. Вот у нас на следующий еще, следующий год тут календарик. Короче, еще хороший календарик. По-моему, 59 рублей он стоит на почте. Потому что нормальный такой. Я вообще как бы не собиралась календарик покупать. Думаю, или сама нарисую, или как-нибудь так обойдусь. Ну, что-то вот внезапно увидела. И тут у меня, с одной стороны, мой адрес, а с другой стороны, его нет. Поэтому, кто знает мой адрес, тому повезло. Кому, кто не знает, значит, вам и знать особо неохота. Короче, я на Алиэкспресс, спинка, подруги, не помню еще кого, но как-то так получилось. А спинка двух, наверное, подруг сделал какие-то заказики. Мне был какой-то код, купон на скидку 200 рублей от заказа на 300 рублей от пятерки. У меня были какие-то приветственные бонусы, потому что я забыла, как я вообще до этого речь. Ну, тот свой аккаунт с адресом еще на механку. Вообще как-то у меня ни пароль, ни логин, ничего не проходило. И я зарегалась заново. У меня эти были какие-то приветственные бонусы, но они вот сегодня, допустим, у меня появились. Через пару часов они исчезли. Ну, и что-то я оплачивала сама, что-то я оплачивала частично бонусом, по большей части я оплачивала сама. И вот там, по-моему, 7 продуктов было, или что-то в этом роде разных. Ну, вот что-то сейчас мне пришло. Сейчас я тут это ножницами поорудую. Сейчас мы с тобой, зрители, узнаем, что тут за нафиг. Мне как-то так это... Там еще был даже какой-то заказ, который мне в итоге... Ой, ножницами ноготок порезала, придется обстригать. Этот соединили. В общем, два заказа, одной посылкой отправлю. Вот я сейчас открыла пакет, а там еще пакет. Может, это вот те два пакета? Да, это те два пакета. У-у-у, круто, зрители. Это те самые два пакета. Я прям обязана сегодня одну штуку замусить. Что это у нас тут? Короче, тут моя адреса. Я так давно ничего на этом Алине заказывала. Кстати, зрители, если ты когда-нибудь из Японии пешеходной, точнее, плавательной штукой что-нибудь отправлял в почту в Россию, дай знать, до сколько дней доходило. А то у нас сегодня случилась с товарищем такая штука. У меня такое ощущение, что он больше расстроился, чем я. Вот, не знаю, тут можно пакетик полопать или нельзя. Ух ты, они дошли. Только они как-то странно выглядят. Я повелась на отзывы. А оно выглядит совсем не так. Да-да, зрители, это бритва как бы для этого самого. Причем она просто тут вот пакетик закинута. Пять насадочек на бритву. Я сейчас на паузу нажму, схожу за своей бритвой, проверю, подойдет, не подойдет. Выглядит-то оно вообще как-то, ну... Ну, не так. 177 рублей стоило. Заодно пальчик, ноготочек точнее обрежу, а то она обломана теперь будет. Я снова тут и даже с чаем. Зрители, я в шарфе не потому, что у меня там горло болит или еще что-то. Я тут помирала по другой причине. Просто мне тут что-то холодно. И по ходу дела я просто привыкла, что вот эти хренушки находятся в таких коробочках, и оно как бы кверху. А, вот оно. Она вот так вот шарахается. Может, и тут так же шарахается. Потому что я вдруг ее увидела на своей вот этой вот фиолетовой, которую мне подруга подарила. Как бы на переезд сюда еще в 18-м году. Или в 17-м, хрен знает. Ну, у меня как бы такая была уже, синенькая. Но, по-моему, она... Ну, в общем, я ее заменила на эту. Как так получилось? О, слушай, зритель, это я такой лох. Она, оказывается, действительно шевелится. Просто тут, видимо, экономят на коробочке. В России-то оно по-другому выглядит. Ну, более такая... Вот такая стоячая коробочка. Сейчас мы с тобой, зрители, нацепим эту штуку. Сообразить бы как. Так. Эй, ты что, не налезешь, что ли? По ходу дела, все-таки налезло. Надо сравнить. Ой, я причую, сколько будет воплей, что я тут свою джилетину достала. Так, по-моему, они одинаковые. Так, это достать. Как ее... Сувайся. Там оно было от продавца Проктон Рэн Гэмбелл, этот самый. Хотя вот на жопке моей написано джилет. А на жопке этой ничего не написано. Ну, я там отзывы читала, что как бы люди заказывают эти кассетки. И оно все подходит. И на картинке оно было. Значит, по идее, должно подходить. Так, как бы это одеть-то? Так, чтобы уж совсем дошло. Там оно как-то до щелчка вроде доходило. Короче, вот. Оно шарахается. Сейчас сравню с этой, со своей предыдущей. Так ли оно шарахается-то хоть. Я ее как раз собиралась тут менять на днях. У меня где-то запасная кассетка есть. Ее где-то на год хватает. Но это как-то легче заходит. Ну-ка. Штуковина. Так-то они похожи вроде как. Практически один в один. А, я поняла. Ну, китайцы они и в Африке китайцы. Вот эта вот штучка, она не совсем вы... Короче, ее немножко бы выехать надо. И поэтому оно как бы не совсем до конца всуется. Ну, вон оно как бы шевелится. Подмышку побрить можно. Ножки зрителя я не брею. У меня была однажды такая трагическая ситуация. Я побрила ножки. Впервые в жизни другой какой-то бритвой. Тоже похоже на джилет. А может даже не на джилет, а этот... Ну, короче, не на такую. А как она? Одноразовая, что хрен знает. Станочек такой. Некоторые любят покупать эти станочки. И... До крови. Увидела, значит, вид крови. Стало мне плохо. У меня тогда однокласска, что ли, ко мне пришла. Или была у меня, хрен знает, от моих родственников. Вызвала родственники. Прошли. И я поняла, что брить ноги мне не надо. Потому что их как бы все равно вот это... Ну, как бы... Некоторые люди думают, что я брею ноги. А я их не брею. Там такие светлые волоски, что как бы и необязательно. Так что... Проверю завтра в Деле. В душике. Вот у меня тут. Раз штучка. Да, вон тут написано открыт. Вот так. Два штучка. Блин, я их даже не зафоткала. Мне же там отзыв надо написать еще. Три штучка. Короче, как бы так тебе объяснить, зритель. Четыре. И пятая коробочка. Вот та выемка, на которую одевается палочка. Чтобы заехала другая штучка. Вот у меня она фиолетовая. Там должна быть такая, как бы как вот плесенка. А тут такой, как бы лесенки нет. Она такая толстая, поэтому не до щелчка. Но она, в принципе, держится. Не спадает, если вот на эту штуку не жрать. Так что за 177 рублей 5 кассеток. В принципе, неплохо. Я думаю, мне их на приличненько так хватит. Там можно было купить еще вот это. Ну, с такой фигнюшкой. А зачем мне есть такая фигнюшка? К тому же фиолетовая. Посыбалам, китайцы. Дай бог вам здоровья, как бы сказала моя бабуся. Рука проходит насквозь. Ну, такой так себе пакетик. Но они сэкономили на доставке. Мне оно зашло довольно быстро. А я сейчас узнаю, кстати, когда оно ушло. Телефон включить. Свалил-ка ты бы отсюда вот так. Вот заодно сейчас сфоткаю. Эти хренатенины. Аж 12 числа я делала заказ. В общем, 12 числа я сделала. Но там не сразу отправилась. Сегодня у нас 3 декабря. Так, вы действительно хотите подтвердить получение заказа? Нажав, смотри, как это отсюда сообщение. Нажав подтвердить, вы подтверждаете получение товара в надлежащем качестве. После этого Алиэкспресс передаст платеж продосу. Внимание, если вы недовольны полученным товаром, вы можете открыть спор в течение 15 дней. Прикиньте. Безопасное лезвие для бритвы Джилет Венус. Ну, Венус этот. Как вот у меня как раз. Съемное лезвие для женской бритвы. 5 штук в упаковке. Подтвердить. Благодарим вас за совершение заказа. Оставить отзыв. Оставить отзыв. Так, ну что, насколько точно было описание товара? Опять звездочек. Фотка. Фотка, приди. Так. Окей. Вы довольны общением с продавцом? Да, меня, кстати, там, слушайте, так напрягала. Вот ты делаешь заказы, тебе сразу приходит, подпишись на продавца или что-нибудь ему напиши. Что-то в каждом заказе, даже когда я приятелю в Японию делала. Там что-то надо было отлайкать. Подписаться или еще что-то. И ты пишешь ответ, да, я типа согласен на то, что вы мне пишете. И потом, да, спасибо, тогда мы теперь вам точно это пошлем. Вы довольны общением с продавцом? Доволен, че уж. Насколько быстро продавец отправил товар? Я думаю, быстро. Анонимно, неанонимно. Поделиться в ленте? Поделиться. Хрен ли, у меня ленты-то, правда, там нет. Люди, если что хотите, подпишитесь на меня, если у вас есть аккаунт в этого, как вызвать-то, Алиэкспресса. Так. Вы можете оставить отзыв на русском? Или в любом другом языке до тысячи букв? В общем, отзыв я им подписала. Только мне приперся код. Сейчас он у меня на коленях сидит. Я сейчас попытаюсь камеру наклонить, чтобы вы знали, что да, это код. По-моему, его там видно. Посмотрели и хватит. Так, сейчас мы с вами вскроем последний пакетик, который пришел. Так. Тут-то внутри пупырка была. Вот здесь-то он такой же тоненькая бумажка. Ну, в смысле, как вот эта ныжная упаковка. Сейчас я гляну почемкать на рынке. Короче, я давно хотела какую-нибудь силиконовую штучку под шоколад. Тому же я сейчас теперь сама делаю шоколад. А тут вот внезапно увидела. Он вот просто вот в этом пакетике. Сейчас я на телефон сфоткаю для народа. Вы, возможно, кота услышите. Так, вот свалил. Сейчас я гляну, почемкать на рынке. Да, вот как раз эту штучку и посылали вместе. А, 86,35. 86 рублей 35 копеек. Вот эта штучка стоила. Уже можно порезать. У меня же есть ножницы. Чего я тут страдаю? У меня будет практически полноценный пакетик. Можно эти они полагать. Так. Вот она. Точно такие же продаются на Вайтберрис и на Озон. Блин, они такие малюсенькие, на самом деле, кажется. Вот на картинке казались эти шоколадки как-то поболее. Ну, да ладно. Уж лучше вот это за 80 с чем-то рублей, чем за 200, 300, 400 на Озоне Илевайдберрис. И на деле вот увидеть вот такой вот прям почти плоский коврик для выпечки. Это надо приноравиться больше, чтобы сюда шоколадки залить. Я там немножко как раз вчера начинала делать, но не доделала. И вот тут вот, кстати, но она не дырочка, тут просто как бы не повесишь на гвоздик, если только проделывать больше. Так что вот, зритель, у меня сегодня для тебя был сыр, целая головка за 812 рублей, календарь с почты, перекидной с травником за 59 рублей, и две посылочки с Али, экспресс. Если ты, зритель, что-то покупал в эти дни распродажи 11-12 ноября и ждёшь, либо уже дождался, дай знать в комментах, просто прикольно, что не я одна этим страдала в этот раз. Всем спасибо за просмотр, пока. Не забудь поставить палец кверху.